Вот так проходило тайное голосование на 20-м съезде Единой России. Партия определяла своих кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму. Выбирают из тех, кого на предварительном голосовании поддержали сами люди. Больше 12 миллионов россиян проголосовали на праймерис. Одной из задач партия ставила перед собой кадровое обновление. Состав партийных кандидатов включает по итогам предварительного голосования и проверенных политических лидеров, которые давно состоят в нашей партийной команде и зарекомендовали себя в качестве ответственных депутатов, представителей в Государственной Думе. И новые лица, которые связаны с общероссийским народным фронтом, с волонтерским движением, с благотворительной и общественной деятельностью. Обсудили и планы на будущее. Выступая перед делегатами съезда, президент России Владимир Путин обозначил основные направления программы. Фактически она основана на послании главы государства. Остается социально ориентированной и направленной на поддержку регионов. Главные направления – это экономика, социальные вопросы, поддержка семей и демография, здравоохранение, образование и развитие науки, поддержка предпринимателей и экологическая повестка. Это не просто мотивирует, не просто на путь. Это, по сути дела, задачи перед, в том числе, и кандидатами на выборный период, но и для дальнейшей работы в Государственной Думе. Программа «Единая Россия» будет, конечно же, базироваться на тех положениях, которые он озвучил и на его послании. Именно это делает программу «Единая Россия» абсолютно реалистичной. Мы ответим за те задачи, которые перед собой поставили, и обязательно воплотим их в жизнь. В список кандидатов от партии по региональной группе возглавил депутат Госдумы и следователь-полярник Артур Челенгаров. От Красноярского края в региональной группе также присутствуют депутат Красноярского горсовета Наталья Коптелинина, депутаты законодательного собрания Красноярского края Алексей Протопопов и Елена Пензина, депутат Госдумы Петр Пимашков. Кандидатами от партии по округам выдвинуты как уже избиравшиеся политики Виктор Зубарев и Юрий Швыткин, так и новые лица для региона, например, депутат Госдумы Алексей Веллер и депутат Красноярского горсовета Александр Дроздов. Основные решения приняты. Теперь начинается обсуждение программы партии в регионах. Свои предложения туда смогут внести все желающие.